Привет! В этом уроке мы добавим на нашу игру, точнее в нашу игру, отрисовку карты. Но для начала мы пофиксим отображение анимации, так как у нас в некоторых моментах наблюдается некоторое мигание. Мы должны в функции playanimation помять местами строчку отрисовки картинки с изменением текущего кадра анимации. Теперь видим, что работает без миганий. Теперь приступим к созданию непосредственно нашей карты для нашей игры. Для этого мы создадим двумерный массив, с помощью которого мы будем отрисовывать необходимые спрайты из набора спрайтов. Также введем две константы для ширины и высоты нашей карты. И кинем их в создание нашего массива. Теперь в функции init мы должны будем инициализировать наш двумерный массив, то есть карту, определенными значениями. То есть заполнить его теми, заполнить каждую очередь, которые мы хотим впоследствии отрисовывать в нашей карте. На нашем холсте точнее. Теперь добавим в наш проект папку, в которую будем пихать все наши контроллеры, которые мы будем реализовать впоследствии. И создадим новый контроллер, точнее новый класс, который будет называться у нас MapController. Теперь сделаем этот класс публичным и статичным. Отбираем для него функцию init. Точнее спирам и создадим функцию gitmap, которая нам вернет карту для отображения. Теперь скопируем из функции init в форме карту в gitmap, то есть мы вернем это значение. А в функции init в нашей форме мы просто получим эту карту через обращение к нашему контроллеру. Теперь вернемся в нашему контроллер. Напишем новую функцию, которая будет течения за отрисовку нашей карты. В нем будем передавать в качестве аргумента графику. Также добавим в наш контроллер две константы, которые мы используем для создания нашей карты. И сделаем их статичными. Точнее вернем все как было, ставим их константами и просто обратимся через кнопконтроллер к этим переменам. Теперь, чтобы отрисовать нам карту, нужно приближаться по нашему двумерному массиву через двойной цикл for. И затем впоследствии от... Да, и конечно же вынесем саму карту в ту же кнопконтроллер, чтобы все у нас хранилось в одном месте. Сделаем эту двумерному массиву, сделаем статичным. И уберем получение карты из функции init в нашей форме. Теперь, соответственно, мы проверяем, если у нас в текущей чеке лежит значение 1, то мы будем отрисовывать определенный спрайт. Также теперь все-таки добавим функцию init в наш мобконтроллер, в котором мы будем инициализировать нашу карту с помощью функции gitmap. Скопируем строчку отрисовки из функции planimation, чтобы было проще переделать. И добавим набор спрайтов в наш проект. И подгрузим его в наш мобконтроллере. То есть объявляем новую переменную типа image. И в функции init мы подгрузим эту картинку, которая у нас лежит в спрайтах, в наш проект. Скопируем подгрузку картинки из скриптоформы, где это уже у нас реализовано. И вот так выглядит набор наших спрайтов, которые будем использовать. Также добавим переменную cellSize, которая будет отвечать за размер карты. И теперь, соответственно, изменим отрисовку текущей ячейки в функции drawMap. В качестве размеров мы будем переводить cellSize, а в качестве позиций мы будем умножать g на cellSize и i на cellSize. Теперь нам нужно вырезать определенный кусок с нашего набора спрайтов. Поэтому в данном месте вместо cellSize мы указываем 20-20. То есть размер вырезаемой области. И 0-0 это координата вырезаемой области. То есть мы вырежем самый левый верхний угол размера 20 на 20. И в функции onPaint мы будем вызывать map-контроллер drawMap. А в функции init у нашей формы мы будем вызывать функцию init у нашего map-контроллера. Запустим проект и видим, что программа нам вырезала кусок спрайта из нашего набора и отрисовала его на нашем холсте. Теперь поменяем местами отрисовку карты и отрисовку нашего персонажа. И видим, что наш персонаж добавился на наш холст. Теперь подкорректируем размер и высоту нашего холста, чтобы он был под размер нашей карты. То есть мы умножаем размер ячейки на ширину нашей карты. Теперь напишем функцию в map-контроллере, которая нам вернет ширину нашей карты. Точнее ширину нашей формы, которая должна быть. И также функцию, которая нам вернет высоту нашей формы. Теперь в функции init мы просто получим эти значения через map-контроллер. Запустим проект и видим, что сейчас размер формы подстроился под размер карты. Теперь изменим нашу карту. По углам у нас будет 1, 2, 3, 4. То есть мы будем вырезать углы. Далее с помощью определенного значения мы будем вырезать необходимые боковые части из набора спрайтов. То есть для каждой цифры, которую я сейчас меняю в условиях, мы будем вырезать определенный кусок из нашего набора спрайтов. То есть для начала мы будем вырезать единичку. Самый левый угол. Точнее двойку. Будем вырезать левый угол с травой. То есть укажем эти координаты, запустим проект. Я пока не буду запускать. Теперь вырежем другой угол, который уже будет наехаться справа вверху, потом слева внизу и справа внизу. То есть 1, 2, 3, 4. Это у нас будут угловые спрайты. Укажем для них необходимые значения при вырезке. И смотрим, что у них вырезалось, но карта немножко не верно подстроилась под размеры нашего массива. Теперь немножко подкорректируем высоту и ширину определения высоты и ширины нашей карты, чтобы все наши углы были видны. Соответственно, теперь для остальных значений 5, 6, 7, 8 мы будем вырезать определенные значения, куски травы, чтобы сама карта выглядела красиво. Соответственно, мы просто определяем, даже через тот же самый пейнт определяем местоположение данного куска спрайта и передаем эти значения в адресовку определенной ячейки нашей карты. Запустим проект и видим, что теперь у нас карта, то есть границы карты у нас отрисовались. Теперь добавим немного, точнее добавим пару вспомогательных объектов на нашу карту. Для этого мы после отрисовки карты будем вызывать функцию, которая будет у нас как бы заполнять карту, то есть сидмэп. Здесь также мы будем прибегаться по двойному циклу. И уже в зависимости от, так же как и в отрисовке карты, в зависимости от определенного значения будем рассаживать дополнительные объекты на нашу карту. Соответственно, для десяти мы будем рассаживать деревья на нашу карту. Соответственно, добавим десятку в наш массив и запустим проект. Видим, дерево у нас отрисовалось, но оно отрисовалось с белым фоном. Также теперь нам нужно немножко добавить, точнее изменить условия в нашей функции drawMap, то есть не просто if расписать, а расписать это через if-else. Тем самым мы пофиксим как раз таки отрисовку без этого белого фона. Теперь изменим наш массив для отображения карты. Теперь мы будем вставлять туда вот этот большой кусок деревьев, который у нас есть. Он будет занимать у нас 3 на 3 размер, то есть 3 ячейки на 3 ячейки. Соответственно, мы укажем туда координаты, которые нам нужно вырезать. Заполним десятку, а остальные 8 ячейки мы заполним минус единицей. И размер у нас будет, как уже сказал, cell size умножить на 3. Запустим проект и видим, что куча деревьев у нас отрисовывается верно. Добавим еще пару таких объектов и будем отрисовывать их также дополнительно. То есть и 11 это будет у нас, допустим, камень. Для этого мы укажем координаты камня, которые мы определили через paint. И его размер, который нужно нам вырезать. Также вот мы изменили карту, то есть по бокам мы запихнули кучу деревьев. И, допустим, запихнем в середину 11. Вот как сейчас выглядит наша карта и видим, что по центру у нас вставился дополнительный камень. Теперь камень. Мы изменили размер отрисовки нашего камня. И он выглядит вроде как лучше, чем был до этого. Добавим еще пару камней на нашу карту, запустим проект и видим, что у нас в принципе такая небольшая наша минималистичная карта готова для того, чтобы уже что-то, какой-то базовый функционал игровой логики завозить. Пробуем еще добавить один объект на нашу карту. Также передадим туда его координаты в нашем наборе спрайтов. И запустим проект. И вот немножко травы добавили, но впоследствии мы ее уберем. На этом в принципе все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лукас.